Государство готово поддерживать стартапы. В центре внимания создание и развитие крестьянских хозяйств. В Ивановской области деньги из федерального бюджета. На свои агро-стартапы получили 28 предприятий малого бизнеса. Марина и Холеда сестры. Свой скромный семейный бизнес начали несколько лет назад. Отучились в сельхозакадемии, купили кроликов и стали продавать приплод друзьям и знакомым. Но для доходности не хватало масштаба. Зачатник тесный, на строительство нового денег нет. Именно этим летом и была бы поставлена точка, если бы не новая государственная программа, поучаствовать в которой Марине и Холеде посоветовали знакомые. Женщины оформили КФХ, собрали необходимые документы и получили грант. И, конечно, мы очень рады, что мы получили этот грант, что мы выиграли. Благодаря ему мы воплотим в жизни многие свои идеи и мечты. То есть это даст нам старт, и мы будем развиваться. И, кроме того, мы, конечно, были приятно удивлены, что благодаря этой государственной поддержке мы познакомились с огромным количеством людей. Получили поддержку и от администрации Ивановской, и от департамента сельского хозяйства. То есть это действительно реально действует, это действительно можно получить. И простые люди могут этим воспользоваться, чтобы развиваться и процветать. На средства гранта хозяйки сумеют построить теплый, уютный, а главное, просторный дом для кроликов. Само помещение уже есть, его нужно просто капитально отремонтировать. Здесь как раз то помещение, которое мы хотим отремонтировать за счет гранта. Перекрыть полностью крышу, все утеплить, сделать отдельное помещение для мамочек, кроликов, которые для самок, кролика-самки, которые будут вынашивать кроликов. Там должна быть плюсовая температура. То есть будут дополнительно поставлены клетки для самок и дополнительно еще те для выращивания и доращивания кроликов. Сейчас в хозяйстве 20 взрослых особей, 4 мальчика и 16 самок. Все породы – гиганты. Как только отремонтируют помещение, заведут еще минимум 50 производителей. Вот такой стартап в чистом виде. На государственную поддержку в конкурсе «Агростартап» претендовали более 40 крестьянско-фермерских хозяйств. Мы отобрали 28 фермеров, 28 участников. Часть из них не была еще зарегистрирована как фермеры. Они зарегистрировались в течение 15 дней после комиссии. Каждый из них должен создать как минимум одно рабочее место. То есть у нас получается 28 фермерских хозяйств появилось. Еще как минимум 28 рабочих мест дополнительно в сельском хозяйстве появятся до конца года. Средний размер гранта у нас более 1,2 млн. Деньги можно потратить на технику, оборудование, специализированный транспорт, покупку животных. В зависимости от того, кому что нужно для первого шага вперед. Вот это сегодняшнее масло, которым я сегодня отдавил. Оно должно в бочке отстояться где-то 3-4 дня. Потом его уже будем процеживать в другую тару. Где-то дней на 10-15, чтобы оно там отстаивалось. И уже полностью будем разливать по таре. Только семечки и ничего больше. Михаил уже несколько лет занимается изготовлением подсолнечного масла при Николошартомском монастыре. Стать самостоятельным предпринимателем мечтал давно. Да и монастырь не против передать все в руки надежного и проверенного человека. Гранд-агростартапа позволил мечте, а точнее давно обдуманному плану, воплотиться в жизнь. Михаил начинает работать на себя. Сбыт. Монастырь согласился для себя брать. Жмых также ООО «Шартом» будет брать. Так что с маслом, с жмыхом проблем нет. Вот со сбытом. А оборудование здесь никудышное. Ну вот уже все износилось. Вот уже надо новое брать. И вот решил я взять. Только уже более качественное, более получше, чтобы было. Выход у старого оборудования низкий. Примерно 30% масла остается в жмыхе. На деньги Гранда Михаил купит пресс и фильтр. Производить планирует около тонны в день. Против 100 литров, которые получаются сейчас. А что касаемо сбыта, за это фермер не переживает. Натуральное масло холодного отжима. Без каких-либо добавок. Непременно найдет своего покупателя. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново, Шуйский район.